Всем привет! Меня зовут Светлана и я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня, дорогие мои друзья, мы с вами посмотрим, есть ли на вас порча. Три варианта ответов, три колоды карт. Это дыхание ночи, затмение и оракул полной луны. И сейчас мы с вами посмотрим, есть ли на вас порча или вы зря переживаете и зря об этом думаете. Я надеюсь, вы уже успели загадать на определенную колоду карт. И сейчас мы начинаем гадание. Две колоды мы убираем. И остается у нас дыхание ночи. Вы видите, сегодня у меня такой помощник. Рядом со мной паучок. Люблю паучков и паутинка. Вы видите, она колышется. Сегодня нам паучок будет помогать. Так. О-о-о-о! Прям полетели, побежали карты, побежали. Да что ж такое-то. Посмотрите, как выскакивают. Две карты я их оставлю. Это у нас подкова, шакал. Угу. Сейчас посмотрим. Смотрим, что у нас тут происходит. Так, ну смотрите. Давайте смотреть. Вот две карты выскочили. Прям. Карта подковы и карта оборотня. Вы знаете, сразу могу сказать, здесь порченые дела однозначно есть какие-то. Смотрим. Во-первых, мы видим дерево. Дерево, как правило, знаете, ну работу и здоровье обозначает. Но также это дерево может обозначать что-то по родовой линии. А вот башня – это однозначный офис. И там не все люди доброжелательно к вам относятся. Это однозначно работа. На работе какие-то вещи творятся. Не хорошие вещи творятся. Здесь могу вам сказать, что жизнь приостановилась. Не идет ни влево, ни вправо, а стоит все на месте. Вот как будто бы замерло. Нет передвижений. Может быть, застой на работе. Не идете вы по карьерной лестнице вверх. И в любви здесь я не вижу здесь ни финансов, ни любви. Вот такая остановка жизненная. Все остановилось. И вот как на стоп-кадре, да? И никак дальше не идет. Карта мага. Карта мага. Говорит, однозначные порченные дела. Здесь что-то магичилось на вас. Оборотень. Люди на работе, которые жалуют вам зла. А вот у вас какой-то амулет есть. Точно. Который приносит вам счастье и, возможно, вас оберегает. Может быть, даже по вашему Грегору. Да, допустим, вы православный христианин. Это и крестик может быть. Или еще что-то. Но есть у вас какой-то защитный амулет. Это точно. Который вот от этого, от всего вас старается уберечь. Но здесь очень серьезные дела. Здесь, конечно, снимать этот негатив нужно. Давайте еще более точно посмотрим конкретно. Все-таки здесь что идет? Здесь, понимаете, еще летучая мышца как в жертву. Вы принесены в жертву. Жертва обстоятельств. Жертва. Вот такой исход. Вы как будто бы появились не в то время, не в том месте. Что-то было сделано. Ну, сердце. Все дело в вашей влюбленности или любви. Кому-то вы дорогу перешли. Книга. Тайны. Семья. Либо вы полюбили семейного человека. Либо вашу семью пытаются разрушить. Женщина. Да, здесь замешана однозначно женщина. Так, вот черный человек обращение. Колесо фортуны и ключ. Но я сразу могу сказать. Все-таки вы фортовый человек. Вот то, что вы еще стоите на плаву. И у вас еще, может быть, и на здоровье не так сказалось. Или еще что-то вы имеете финансовое. Это по колесу фортуни однозначно. Вы человек довольно-таки везучий, я бы сказала. Да. Потому что после порченных дел, как правило, бывают неприятности. Ну вот, вы работаете, черепаха, и видите здесь, как город у нее на спине. Вы очень много трудитесь, деньги зарабатываете. Все дом, дом, вся семья на вас держится. Абсолютно. Кольцо говорит, что закольцованность. Вы в кольце находитесь. Постоянно, как белка в колесе. Бежите по кругу. Вот, как я и говорила, остановка произошла. Здесь остановка. Однозначные порченные дела. Но что-то вот по работе связано. Все-таки я считаю, что это именно завистники вокруг вас и оборотни. Люди, которые прикидываются хорошими, на самом деле нет. Вот деньги. Утечка денег у вас идет. Денежки. Какие еще могут быть проблемы? Зеркало, однозначно, это было обращение конкретным людям, конкретным силам. Это было магическое воздействие не просто так, а делалось специалистом. Действительно. Очень, знаете, здесь похоже, конечно, на кратник. Вот я бы сказала, более четко, конкретно. Это уже надо смотреть при личной встрече, потому что так здесь сразу не скажешь. Но из-за того, что остановка именно и финансового развития, и карьерного роста, и то, что не двигаются дела в любовной сфере. Это, по всей вероятности, кратник. Но надо смотреть очень внимательно и обстоятельно, индивидуально. Так, теперь мы посмотрим вторую колоду затмения. Что скажет она? Что у нас здесь? Что здесь? Колода огромная. Карт много. Тут зелье подмешивали однозначно. Или пьянство. Как правило, рюмка это либо пьянство, либо зелье подмешивали, давали. И чистая вода, ясность ума. Могу вам сказать, что, знаете, клевер. Сейчас давайте разложу и буду всё рассказывать. Ой, ну тут вообще нехорошо. Крест. Работа на кладбище. Вы это чувствуете? Вы это чувствуете? Вот вы горите, как будто бы горите. Самобичеванием. Возможно, тут недосыпы. Возможно, и бессонные ночи вас ломает, крутит. Голова варит. Вы чувствуете, что с вами что-то не так. Конечно, не так. Сделано всё это. Кладбищенская порча. Однозначно. Вот это вот злоба. Человек уже сейчас страдает, который на вас напустил. Он уже сам горит, как в огне. Вы видите, либо этого человека нет живых, и он в аду горит. Либо сейчас уже с ним происходят какие-то ментаморфозы, и он начинает сгорать. Может быть, у него нехорошая болезнь. Не будем называть её слух, сотрясать воздух. Но тут однозначно, уже обратка пошла на этого человека. Или у него, или у него в роду что-то есть. Здесь порченные дела, работа на кладбище. Что это? Давайте более подробнее сейчас посмотрим. Ну, это связано вот с жидкостью. Бокал добавили, опаивали, или в питьё, или куда-то добавляли. Жидкость какую-то. Так, давайте посмотрим. Здесь на голову показывают. Голова парит, или давление, бессонница, что-то такое. А тут и привидение. Вы видите этого человека. Возможно, уже этого человека нет в живых, кто это делал. И вы даже знаете, кто. Ну, скажу тут. Вот ещё, видите, похоже. И руки в грязи, да? Может быть, вы аборт делали, или выкидыш у вас был. Но я вам сразу скажу. Если это выкидыш, то это кто-то вам устроил его. Это не просто так. Это из-за порченных каких-то дел на вас. Однозначно. Смотрите, как будто бы у вас крылья просто отрезали. Как будто бы подрезали крылья. Забирали. Забирали у вас счастье. Счастье ваше. Почему же? Кому же так вы навредили? Кому кто хотел? Почему такие вещи с вами происходят? Что это? Откуда? Вот опять зелье, подтверждение зелья, зелье. Опять гроб. Смотрите, на кладбище точно был. И крест, гроб. Это точно что-то с могилами связано делалось. Зеркало закрывается. Закрывается человек. Свечи, обряды проводились. Обряды, маска. Человек вам в лицо улыбается, а сам за спиной заговоры читает. Смотрите. У вас сильный ангел-хранитель оберегает. Время. Давно это было. Это не порча, не новая, застарелая. Карта отшельника. Могу сказать, на одиночество делали. Из-за мужчины делали. Сейчас, знаете, вы как на перекрестке дорог встаете. И причем вы предчувствовали это все. Все это чувствовали. Смотрите. А вот мужчина был иллюзорным. В принципе, в любом случае он бы вам не достался. А из-за него все пошло. Затмение. Вот они, ритуалы проводились. И вот оно. Смотрите, что пошло. Вот докопались. До рода. Вот карта рода. А здесь делалось не вам. Это было по роду, по женской линии, по матерински однозначно. Из-за какого-то мужчины, может быть маме, может быть бабушке, что-то ваше делали. И скорее всего, или мама потеряла ребенка, выкидыш был, или у бабушки выкидыш, или ребенок умер в младенчестве. Что-то здесь было из-за порченых дел. Вот не конкретно не на вас здесь наведенная порча, а по вашему роду. По роду, на женщину и за мужчины. И теперь здесь родовые проклятия. Нужно чиститься и нужно снимать родовые проклятия. Однозначно. Вот по этому раскладу. Да, именно так. Так. И сейчас давайте эти карты мы убираем. И посмотрим другие карты. Все уберем аккуратненько. Так. Будем смотреть. Следующую колоду. Оракул полной луны. Что у нас здесь? Карты прям выскакивают. Ну, если бы одна выскочила, я бы оставила. Ну, две. Когда несколько, я их не оставляю. Так. Посмотрим, что у нас здесь. Луна, мать, мать, показывают. Сад, вода, ребенок. Карман. Огонят, шильник. Его здоровье. А вот тут я могу вам сказать. Вы знаете, порчины здесь дел нет. Абсолютно. Здесь идет вот лисичка. Зависть. Какая-то зависть. Что вы хорошо выглядите. Что вы успешны, талантливы и красивы. Что, возможно, у вас все в порядке. Хорошая семья. Хорошие корни. Ребенок есть. Или вот в ближайшем будущем этот ребенок нарисовался. Или вот ребенок. Многие пишут комментарии. Да, ха-ха-ха. Мне 60 лет. Какой ребенок? Но надо смотреть в более обширном понятии. Пусть вам 60 лет. Этот ребенок может быть и вашим внуком или внучкой. Или также это как плодородие может карта обозначать. Это плоды. Дети. Это плоды вашего бизнеса. Какого-то производства. Или вы что-то, подарок получите. Дети это как приплод, подарок. Понимаете? Вот. Смотрите. Здесь ничего порченных дел я не вижу. Единственное, зависть, как я сказала. Вот именно по этой карте. Вот доступность. Да? Но я не могу сказать, что вы такой доступный человек. Вот в плохом смысле этого слова. Здесь больше идет, знаете, информация, что вы открыты для людей. Открыты, ничего не прячете, ничего не таите. Вот живете по совести. Рассказываете все всем. Но этого делать нельзя. Счастье любит тишиной. Есть кармические какие-то отработки. Даже если вот сейчас вы смотрите это видео и думаете, что на вас порченные какие-то дела. Нет. Возможно, у вас какие-то неприятности. Это отработка кармы вашей. Раз. И во-вторых, всегда в жизни бывают какие-то неприятности. Ну, кто-то на ногу наступил. Кто-то там поругались. Вы на работе с кем-то что-то не ладится. Или в жизни. Но это не всегда бывают порченные дела. Нет. Вот по этому раскладу никаких порченных дел я не вижу. Кроме сглаза и негатива такого, который можно легко снять самостоятельно, не прибегая к мастерам. Это либо солевые ванны попринимать, либо же яйцом можно выкатать. И там все можно сделать самостоятельно. Либо по вашему эгрегору православные христиане могут в церковь сходить, причаститься, также святой водичкой умыться. Мусульмане читают свои суры. Каждый по своему эгрегору очищается. Ну, вот здесь такой легкий негатив, который повседневный, я бы сказала. Еще вот самое интересное, пишут в комментариях, и что теперь? Значит, все смотрят ваши расклады и, получается, все порченные. Но, знаете, во-первых, порченные люди, они вообще не будут смотреть расклады. Им все прекрасно и хорошо, они не зайдут и не будут смотреть даже эту тему. А вот если у них все прекрасно, хорошо, как они считают, да, им все равно. А на всякий случай я посмотрю. А вы не подумали о том, что это не всякий случай, а это подсказка высших сил. Видишь, сядь, посмотри расклад, и, может быть, какие-то подсказки ты получишь. Правильно? И потом, если вы уже оказались на моем канале и выбрали из, я не знаю, у меня уже 900 чем-то видео, да, вот конкретно это видео попали, значит, действительно у вас что-то не так, да. Поэтому, ну, разумно смотрим, подходим, прежде чем написать какую-нибудь ересь или глупость под видео, понимаете, вот типа таких вот изречений, глупых, я считаю, подумайте своей головой. Тем более подумайте своей головой, что под такими видео у мастеров писать всякие глупости. Как это потом отразится на вашей дальнейшей жизни, понимаете? Не нужно этого делать. Лучше или не смотрите, или промолчите, и идите дальше на другие каналы, если вас здесь что-то не устраивает. Это я говорю не всем, а тем людям, которые вот, ну, дебилоиды, я считаю, понимаете? Не зная темы, начинают глупости какие-то писать. Так, значит, по этому раскладу я сказала, здесь порченных дел я не вижу. Еще я, ребята, сделала эти расклады, потому что ко мне обратилась моя подписчица и попросила этот расклад сделать в прямом эфире. Вы знаете, я с удовольствием делаю расклады, которые вы просите, поэтому в комментариях пишите мне, что бы вы хотели увидеть на моем канале. Я с удовольствием для вас это покажу, потому что мне гораздо легче и приятнее делать те расклады, которые вы просите. Ну и, конечно же, магия не бывает бесплатной, поэтому за эту работу вы ставьте лайки, пишите слово «благодарю». Это и будет ваша оплата, потому что бесплатно бесплатит и, как правило, забирает потом все самое дорогое. Так что жду ваши комментарии, что хотите, пишите, озвучивайте темы раскладов, с удовольствием буду делать. Я вас всех очень-очень люблю, желаю вам здоровья, счастья, финансового благополучия, огромной неземной любви, взаимной любви и всего самого наилучшего в мире. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok